Мы нищие и многих обогащаем, это наша власть Мы нищими себя называем не потому, что у нас ничего нет А потому, что мы сделали дистанцию, мы отрешились Мы сказали, да это все ерунда, управление номер один Ты поставлен на управление Поставлен как сын, на котором мы поставили печать на лбу Раздавать хлеб жизни Это сын, который не говорит, дай мне козленка Сын, который раздает этих козлят Назначает урочное, служанкам Меру хлеба выделяет Мне не нужен миллион долларов, мне нужен миллион возможностей Процветание Не здесь Процветание Здесь Я хочу, чтобы ты знал, единственная цель у отца В твоем процветании Я ведь избрание Здравствуйте, дорогие слушатели, дорогие курсанты, дорогие сыны божьи, миллионеры, владыки, миллиардеры, предприниматели, управители Я очень рад, что вы дошли до этого урока И всем сердцем верю, что вы проходите все квесты, встроенные в этот курс Выполняете все задания Я напомню, что у нас были такие элементы квестов Это первое Умение продавать Мы развиваем Было задание, что каждый из вас должен был хоть что-то продать Свои какие-то вещи ненужные Вспоминайте Я просто обновляю в памяти Продать что-то, что вам не принадлежит Это вторая часть квеста Третья часть квеста Там было о ресурсах Нужно было выписать все свои ресурсы В соответствии с учением В соответствии с видео По пунктам Не полениться и выписать Я хочу сказать, что все эти квесты очень важны И если вы хотите действительно практиковать А не просто мечтать о чем-то Не просто, как я говорю, знание экономики Оно еще не делает тебя богатым человеком То все максимально, что вы здесь слышите Особенно квест Постарайтесь внедрять Как бы это ни было, знаете, неудобно Нежелательно Я не хочу Но даже если вы не собираетесь заниматься Предпринимательством, торговлей А вы хотите, ждете урока о помазании Вам все равно нужно это сделать Потому что на самом деле Этот навык продавать Навык этих взаимоотношений Этой божьей идеи вообще о торговле Он будет практически идентичным Только в отношении помазания Если вы не можете продать видимое Как вы будете продавать невидимое Поэтому вот так и скажу Да, если не можете продать видимое Как вы будете продавать невидимое И мы уже говорили об этом Потому что по сути Евангелие это Такие же взаимоотношения Иисус говорит Купи у меня И предлагает Невидимые вещи Взамен на видимую жизнь То есть из этого мы, напоминаю Можем сделать вывод Что Сын Божий Он может продать все, что угодно Даже невидимое Поэтому, дорогие друзья Конечно, это все образно Это все в духовном контексте Это не о том Каком-то грязном мышлении Что мы такие, знаете, там, торгаши Это все из прошлого К нам не имеющего никакого отношения Вот И так же у нас квесты продолжаются В принципе, это все один квест Просто разные ступени Сегодня Так же я в конце дам Задание по квесту Которое нужно будет Выполнять в течение месяца И это хорошее задание Оно многих из вас Просто даст вам прозрение Такое, реально, на свою жизнь Кто-то уже с этим сталкивался И вам нужно будет усилить этот момент И следующий наш урок Это будет уже заключительный Заключительная часть квеста Уроки еще будут А следующий урок Он высвободит Еще одну часть квеста Которая уже должна Заработать в вашей жизни Как Ну, такое реальное обогащение Поэтому перед обогащением Сегодня Мы будем Ну, такой Будет подготовительный Как бы урок К Следующему Да И Хочу вам сказать Что Я всем сердцем верю Что Действительно Отец Он имеет в планах И уже вас наполняет Этим Ну, знанием Откровением Производит желание Производит действия Для чего? Для преумножения И Обильного процветания Для изобилия Все делается для этого И Когда Знаете Вот есть такое выражение Я наполню Житницы Вот есть какие-то Житницы Знаете Назовем это Житницами Кошельками Амбарами Счетами Как угодно Есть бюджет Есть хранилище Некое хранилище Условное Для всего Того Что Отец Собирается Обнаружить Вот эти сокровища То есть Где-то Оно все Хранится Условно Это называется Кошельком Кошелек Может быть Электронный Как многие Из вас Сейчас осваивают Кошелек Может быть Фиатный То есть Для обычных Денег Бумажных Кошелек Может быть Как счет В банке Кошелек Может быть Как склад Зерна Хранилище Житница Это тоже Своего рода Валюта Натуральная И поэтому Этими кошельками Друзья мои Сейчас слушайте Внимательно Нужно Учиться Тоже Управлять Потому что Если ты не научился Что называется Управлять Этим Небольшим Кошелечком У тебя такое же Будет Все точно И в большом Кошельке А может Даже кошелек И не расширится Из-за того Что ты не научился Хранилищем Управлять Бюджетом Кошельком Называй это Как угодно И хочу сказать Почему я так Настаиваю На том Чтобы вы Друзья Учились На курсе Меч Соломона Прилежно Я заметил Что у нас Был такой момент Когда Некоторые Кто зашел На курс Учиться Услышали Что есть Какая-то Практическая Часть Этого Курса Дополнительные Возможности Зарабатывать Еще что-то И Как будто бы Это Сыграло На некоторых На некоторых Людей Они бросили Курс На зрелость На зрелость И поэтому Вы Сегодня Уже Можете Многие Сами Обнаружить Свою Зрелость Когда Вы Пролистываете Некоторые Я знаю Что так Делают Пролистали Кое-как Эти уроки Кто-то Вообще Отодвинул И Кинулись Туда Где Им Кажется Сейчас Они Поимеют Денег Это Уже Первый Признак Того Что Ну Типа Попытка Поиметь Денег Быстренько Срубить Влезть В какие-то Идеи Я Не против Чтобы Этим Занимались Я Говорю За то Что В первую очередь Должно Быть С первоочередной Сначала Основания Которое Подвинуть Нельзя И Вот Я Хочу Зачитать Вот Мудрый Соломон Говорит Притчи 13-19 Нищета И Посрамлению Отвергающему Учение А кто Соблюдает Наставление Будет В чести И Поэтому Я все время Говорю Дорогие Учитесь Этот курс Меч Соломона Он Поднимает Одновременно Ну Как Минимум Сотни Людей Тысячи Учатся А сотни Уже Поднимаются Десятки Поднимаются Заметно Я Вхожу В эти Десятки Это С радостью Отмечаю Потому Что Этот курс Это Откровение Отца Это Не Просто Какая-то Очередная Школа Оно Поднимает Меня И Я Рассчитывал На то Что Это Будет Меня Поднимать Я Рассчитывал На то Что Это Будет Вас Поднимать Я Бо Сегодня Скорее Отказался От Какого-то Вот Поспешного Действия В Бизнесе В Предпринимательстве Если Я Это Мое Управление Это Учение Которое Ну Даже Не Учение Откровение Которое Дал Отец Оно Содержит Меня В Себе Вот Написано Знаете Что Путь Праведного Он В Безопасности Это Означает Что Отец Он Путь Непорочный Когда Ты Не Ошибаешься Когда Ты Идешь Четенько По Откровению В Откровение Движешься У У тебя Как Защита Вижу Много И Опасности И Каких-то Вещей Там В которых Я Не Знаком Не Уверен Но Откровение Раз за Разом Оно Содержит Меня В Себе То Как Слово Отцовское Слово Но Для Того Чтобы Оно Меня Содержало Мне Надо Знать О чем Оно Как Оно Работает Как Оно Действует В моей Жизни И Поэтому Все Что Угодно Но Только Не Пренебрежение Не Отвержение Там Курсы Все Кто-то Может Сказать Ну Ты Поднимаешь Рейтинг Своего Курса Но Если Курс Был Платный Можно Было На Меня Что Подумать На Самом Деле Любой Может Зайти Учиться И Не Пренебрегая Этим Подниматься Я Просто Обращаю Внимание Как Я Знаю Что Происходит Пренебрежение Квест Не Проходится Многие Люди Они Думают Так Квест Понятно Послушал За избрание Мне понравилось Вот Эта Возня С тренировкой Продажи Чего-то Она Мне Не Нравится Это Неправильно Это Неправильно Так Что Вы В конце Концов Вообще Будете Делать Поэтому Если Ты Вдруг Проскочил Пропетлял Пролымарил Курс Еще Открыт Вернись Туда И Сделай То Что Было Поручено Это Я Призываю Вернись Туда И Попрактикуй Знаешь Как бы Без фанатизма Но Выполни Это Вот Выполни Как Задание Без Которого Нельзя Перейти К Следующему Продолжению Мы Даже Я Даже Думал Сделать Так Что Происходил Бы Естественный Отсев Квест Не Прошел Учись Вот Дальше Не Пойдешь Ну Уже Мы Так Зверствовать Не Стали Но Мы Всех Дорогие Призываем Чтобы Вы Проходили Еще раз Я прочитаю Не Считай Постромление Отвергающему Учение Представляете Не из-за Того Что Тебя Бог Накажет Не из-за Того Что Тебя Вора Грабит Или Еще Что Просто Отвергающий Учение Он Не Сможет Управлять Вы Знаете Как Написано Пьяницы Царства Божьего Не Наследуют Религиозники Говорили Пьяницы В ад Пойдут Пьяницы Не Пойдут В ад Пьяницы Управлять Не Сможет Царство Это Управление Как Не Дают Пьяному За Руль Садиться Отстраняют От управления Почему Потому что Знают Что Он Не Сможет Управлять Безопасно Нормально Точно Так Отвергающий Учение Это Та же Пьянь Только В финансах Вот Друзья Мои Понимаете Отвергающий Учение Это Тот же Пьяный Водитель Только В сфере Финансов Что Он Будет Тратить На Кого Он Будет Тратить Как Он Будет Умножать Ему Ничего Нельзя Давать Как Мы Говорили К Чему Сокровища В руках Глупца Поэтому Вот Это Моя Была Такая Вступительная Часть Сегодня Мы Будем Говорить Про Дыры В Бюджете Я Хочу Чтобы Когда Житницы Ваши Будут Очевидно Наполняться Там Будет Происходить Преумножение Чтобы Ничего Не Пропало Ничего Чтобы Ничего Не Было Уничтожено И Библия Она Говорит О Неких Дырах О Дырявых Кошельках И Вот Как Это Звучит Агея Первая Собираете Мало Это Вот Как Раз Всю Жизь Сеял В Церковь Давал Туда Давал В Кого-то Вкладывал И Собрал Мало Ничего Не Собрал Едите Но Не В Сытость Пьете Но Не Напиваетесь Одеваетесь Но Не Согреваетесь Зарабатывающую Плату Зарабатывает Для Дырявого Кошелька Примерно Это Выглядит Так У Тебя Есть Какая Финансовая Жизнь Которая Тебя Не Удовлетворяет Пьешь Но Не Напиваешься Ешь Не Наедаешься Это Когда Недостаточно Ты Понимаешь Ну Как Бы Неголодный Ну Как Бы Вот Нет Вот Этого Да То То Есть Это Просто Описывается Ощущение Неудовлетворения Нехватки Вот Как Вроде С Голоду Не Памираешь Но Как Будто Не Хватает Все Время Все Кошелька Знаете Что Так Куда Все Деньги Уходят Куда Все Деньги Иногда Даже Больше Получаешь Но Оно Как Вот Песок Сквозь Пальцы Зарабатывать Зарплату Повысили Лучше Жить Не Стал Знаете Как Дали Денег И Уже Денег Этих Нет Тут же Куда То Все Разлетелось Знакомо Вот Это Об Это И Самое Главное Источник Всех Главное Я Сегодня Разберу Может Вы Еще Что Обнаружите Итак Продолжаем Это же Место Это Было Агея 1.6 Это Агея 1.7 Так Говорит Господь Саваов Обратите Сердце Ваше На Пути Ваши Иными Словами Отец Говорит Ребята Вы Заметили Вот Это Все Вы Это Заметили Вы Заметили Это Вот Причина В путях Ваших То есть Иными словами Что такое Пути Наш Вы Делаете Что-то Не Так И Он Говорит Обратите Сердце Это Значит Обратите Внимание Поисследуйте Что Вы Делаете Не Так Я Вам Хочу Сказать Что Среднестатистический Человек Которому Чего-то Не Хватает Он Никогда Не Разбирается Не Хочет Вникать Что Он Делает Не Так Из-за Чего Не Хватает В основном Что Делают Не Так Правители Что Делает Не Так Государство Что Делает Не Так Моя Жена Почему У Меня Никогда Денег Нет Что Делают Не Так Мои Дети Все Что Угодно Но Только Не Пути Свои А Бог Говорит Что Каждый Человек Вот Смотрите Независимо В какой Стране Он Живет Он Предлагает Посмотреть На Свои Пути То Заняться Исследованием Финансовым Своей Жизни И Это И Есть Основной Источник Всех Дыр Он Говорит Дырявый Кошелек Это Из-за Твоих Путей Из-за Того Что Ты Так Делаешь И Я Знаю Что Это Является Откровением Потому Что Те Кто Живут Не В Америке Не В Европе Например В Считающихся Преуспевающих Странах Южная Корея Япония Какие-то Такие Социально Ну Такие Продвинутые Страны Они Скажут Ну Конечно Мне не Повезло Я Родился Там В Какой-то Стране Не будем Произносить Никаких Стран Ну В Своей Стране В Беларуси Я Такое Слышал Я Даже Сам Так Думал Я Рассказывал Об Этому Что В 19 Лет Я Уже Сидел В Ванне Где Вдруг Оборвалась Горячая Вода И Проклинал Свою Страну Я Не Хочу Здесь Жить В Стране Где Нет Горячей Воды Знаете То Есть Молодой Человек Который Еще Ничем Управлять Не Умеет Он Уже Знает Что Страна Это Плохая И Все На Сегодняшний День Когда Нет Горячей Воды Или Ты Знаешь У тебя Сбой С горячей Водой На Те Дни Я Даже Так Не Думал Бойлер Надо Вешать Управлять Это Маленький Пример С Финансами Точно Так же Человек Как Яковишин В 19 Лет Он Начинает Думать Что Страна Не Та Инвестиционный Климат Плохой Бизнес Тут Не Сделаешь Тут Все Отберут Все Что Угодно Но Только Не Изучение Своего Экономического Финансового Подхода Состояния И Дыры Которые Я Сегодня Хочу Назвать Вот Источник Это Не Исследование Путей Значит Возвращаемся К источнику И начинаем Исследовать Пути Первое Что я предлагаю Это Исследовать Пути И Сегодня Я назову Три Основные Дыры Вот В бюджете В кошельке В твоей Финансовой Жизни Если Эти дыры Не Обнаружить И не закрыть Просто Взять И избавиться От них Даже как Не закрыть А избавиться От них Это Естественно Связано С мышлением Друзья мои Сколько Тебе Не наливай Ничего Не поможет Не поможет Вот Просто Поверь Мне Поверь Отцу Поверь Духу Святому Не поможет Видите Он говорит Ты будешь Зарабатывать Все равно Все будет Вот так Поэтому Обрати Сердце На пути Своей Итак Дыра Номер Один Возможно Для кого-то Это будет Сегодня Смешно Как в детском Саду Но Я хочу Моя задача Подготовить Вас К этому Наполнению Житниц У некоторых Они уже Начали Наполняться Некоторым Мы уже Помогаем Как я Обещал Что Когда Квесты Кто-то Будет Проходить Удачно Я даже Проплачивал Новые Начинания Давал На приумножение Я это Делаю Уже Влиты Сотни И сотни Долларов В таких Людей И я С удовольствием Поддерживаю И еще Буду Поддерживать Тех Кто Будет Восхищать Меня Своим Усердием Квестом У нас Есть даже Чат Специальный Где люди Ученики Меж Соломона Пишут Как они Продвинулись В квестах И я смотрю Если история Меня впечатляет Я вкладываю В этого человека Ну как минимум Несколько Там сотен Долларов Чтобы он мог Стартануть И такие Люди Уже Есть Они Уже Стали Даже Неплохо Двигаться Итак Давайте Приступим К дырам Чуть не Сказал Нашим Дырам К не Нашим Дырам Которые Не будут Наши С этого Дня В конце Я буду Молиться Помазание Поможет Эти дырки Изгладить Из вашей Памяти Из ваших Привычек Ну и Немножко Усердия Все Закончится Квестом Длиной В месяц Итак Первая Дыра Это Похоть Друзья Мои Скажи Со мной Дыра Похоть Это Дыра Это Просто Дыра Почему Я с нее Начинаю Потому Что Это Самая Бездонная Дыра В Любой Экономической Жизни Самая Ужасная Знаете Вот Как Соломон Он О ней Сказал Так Что У Ненасытимости Ну Похоть Это И Ненасытимость Две Сестры Давай Давай Такие Две Близняшки Только Давай 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 И Никогда Не Будет Достаточно Это Как Преисподняя Которая Никогда Не Скажет Хватит Это Ну Вот Как Земля Которая Питается И Ничего Не Производит Вот Это Все О Похоти Похоть Это Еще Раз Я Говорю Это Самая Бездонная Дыра В Кошельке Которая Не Заполнится Сколько Ты Не Умножал Богатство Ты Можешь Вообще Весь Мир Приобрести И Все Равно Не Будет Достаточно Вот Как Он Говорит Вы Едите Но Не Наедаетесь Это Тоже Связано С Этим В смысле Ну Когда Ты Ешь Ты Наедаешься Знаешь Бывает Живот Полный А Душа Еще Просит Все Мало И Мало Я Так Иногда Смотрю На Правители Разных Стран И Когда Вы Нажретесь Вот Реально Грубо Это Звучит Когда Вы Нажретесь Уже Дворцов У вас Миллиардов Все Ваше Но Вы Все Равно Объедаете Как Написано Правитель Как Голодный Медведь Над Несчастным Народом Все Объедает И Объедает Вы Знаете Что Это Оно Он Никогда Не Наестся Он Даже Будет Есть Людей Уже Все Ему Будут Печенку Готовить Селезенку Детей На Завтрак Он Будет Жрать И Жрать Это Примерно Та Причина По которой Отец Устроил Потоп На Земле Люди Жрали Друг Друг Просто И Все Извините За Такие Жесткие Сравнения Я Просто Хочу Красочно Показать Если Вы Думаете Что Вы Построите Себе Из Золота Что И Наконец Вам Хватит Не Станет Если Вы У вас Эта Дыра Есть То Сколько Еще раз Я говорю Вы Не Приобрели Не Хватит Смотрите Главный Принцип Все Можно Но Не Все Полезно Вот Как Определить Это Похоть Или Не Похоть Все Можно Но Не Все Полезно Иисус Пошел И Сказал Радикально Он Говорит Если Ты Весь Мир Приобрел Но Душе Своей Повредил Какая Польза То Обратите Внимание На Термины Приобретение Всего Мира Вред Твоей Внутренней Жизни И Говорит Что Пользы Нет Слово Польза Это Означает Что Внутренний Мир С Внешними Приобретениями У него Есть Баланс Сохраняемый Словом Польза Похоть Она Не Думает О Пользе Она Думает Только О Желания И Он Говорит Желания Иногда Приводят Катастрофе Не Проще Ли Сразу Подумать О том Что Приносит Пользу Для Твоей Внутренности И Тогда Приобретение Внешнее Они Будут Соответствовать И Тебя Не Будут Разрушать Первое Что У тебя Будет Какой-то Предел Который В состоянии Тебя Насытить Апостол Павел Он Предлагает Считать Таким Пределом Еда И Одежда Говорит Вот Еда Есть Одежда Понятно Что Когда Ты Уже Босой Голый И Еды Нет Очень Трудно Удержаться От желаний Поесть Еще Что То есть Мудрые Мудрецы Они Просили Бога Избавить Их От Такой Жизни Чтобы Они Не Клянчили Не Хулили Бога Я Сейчас Говорю Не Об Этом Поскольку У нас Курс Многогранного Процветания А Не Курс Выживания Мы Говорим О Процветания Мы Не Говорим О Страшном Голоде Там И Все Хотя И Это Также Имеется Ввиду Смотрите Друзья Приобретение Всего Мира Может Быть Бесполезным Это Слова Иисуса Христа Бесполезным Почему Если Будет Причинен Вред Более Важной Сфере В данном Случа Он Горит Душу Жизнь Твоя Потеря Жизнь Смысл У тебя Этих Приобретений Поэтому Все Приобретения Они Слагаются В порядке Приоритетности И Пользы Это Кажется Понятно Но Это Ну И просто И в то же время Вот От этого Надо Отталкиваться Он Говорит Слушайте Внимательно Любое Приобретение Должно Рассматриваться В конце В контексте Большего Смысла Понятно Что В самом Большом Смысле Нам Вообще Ничего Не Надо Вот Если Честно И Поэтому Я и говорю Всегда Отец У меня Кроме Тебя Ничего Нет В большом Контексте Но Давайте По ступенькам Какие-то Примеры Будем Приводить Например Даже Вот Как мы Говорим Есть Цена Обладания Человек Хочет Машину Он Должен Руководствоваться Не просто Тем Что он Хочет А контекстом Полезности Вот Какая Польза Приобретать Машину Если Твой Бюджет Потом Будет Сыпаться По швам Трещать Из-за Затрат На обладание Наимение Этой машины Я еще раз Говорю Что я знаю Такие случаи Когда человек Он Имел Три квартиры В наследство Я приводил В начале курса По-моему Этот пример Одну Из них Он продал И купил Дорогущую Машину Поскольку Машину Нужно Обслуживать Он Продал Вторую Квартиру И проезжал Ее Просто Ездил То есть Его похоть Играла С ним Дикую Просто Не злую Шутку А дико Злую В итоге Все закончилось Тем Что он Остался И без Машины Без Квартир И вот Этот Вопрос Иисуса К нему Звучал Б так Какой Смысл В приобретении Этой Машины Если Ты останешься Без Трех Квартир Понимаете Смысл То есть Не просто Ну я же Хочу Неужели Господь Не может Дать Мне Хорошую Машину Он Может Тебе И дает Тебе Эту Машину Уже Тебе Дает Просто Неумение Управлять Написано Отвергающим Мучения Позор И Нищета И вот Он Не понимает Что Эта Машина Она Принесет Не пользу А вред Ты Бомжом Станешь Просто Зачем Тебе Передачи Которые Снимали Как Реалити Шоу Давали Человеку Нищему Миллион Баксов И Смотрели Что он Будет Делать Как правило Через год У этих Людей Снова Ничего Не было Почему Потому что Получая Миллион Они тут Покупали Машину За 200 Тысяч Дом За 500 Тысяч Там Ну и Такое И жили На широкую Новую В итоге Дом Потихонечку Дешевел Они Переселялись На съемное Давать За долги И В конце Концов Они Возвращались В свой Картонный Ящик Без Ничего Почему Потому что Отвергли Учения И снова Погрузились В позор И нищету Они не смогли Совладать Со своими Похотями Не понимая Что похоть Это самая Страшная Дыра В бюджете И эту Похоть Друзья Мои Ее первое Обуздывается Словом Полезность В чем Польза Этого Желания И вопрос Не какой-то Заоблачно Духовный Или Религиозный Когда мы Говорим Что Ты знаешь Ты душе Своей Повредишь Это моральная Кажет Душа Это в этом Переводе Жизнь Все Забудьте Про Внутренность Сейчас Про душу Эмоции Душа Это жизнь Зачем Это приобретение Если в твоей жизни Оно Причинит Вред Твоему Бюджету Хуже Станет Умножение Становится Не нужно Тебе Это похоть Ее надо Заткнуть Просто Словом Нет Никакой Пользы Он Говорит Нет В том Никакой Пользы Нет С этим Понятно И Здесь Важно Друзья мои Вот Свои Желания Проводить Через Как это Правильно Сказать Через Призму Полезности Скажу Что в моей Жизни Также Были Такие Ситуации Когда Я Это Делал Мне Нравилось То Или Мне Нравилось Это Но В конце Концов Иногда Это Через Проблемы Приходило Это Откровение И Попытка Размыслить Что я Делаю Я Чуть Чуть Позже К этому Вернусь И Я Избавлялся От Этого То есть Избавлялся Я Понимал Что это Путь В никуда Вообще И Избавлялся От Итак Если Весь Мир Даже Можно Приобрести Представляете Иисус Говорит Что Есть Люди Которые Будут Стремиться Приобрести Весь Мир Тем Не Менее Жизнь Будет Терпеть Из-за Этого Катастрофу Соответственно Стремление Приобретать Мы Уже Об этом Говорили Еще Раз Само По Себе Стремление Приобретать Вместо Управления То есть Чем-то Владеть Иметь Оно Само По Себе Вредит Более Важным Вещам Например Если Брать Полностью Всю Эту Формулу Вы Можете Вывести Сами Стремление Иметь Вредит Умению Управлять Вот Как Только Ты Начал Гнаться Чтобы Иметь Вот Чего-то Захватывать Покупать Вот Тут Тебя Словит Разрушение Управления И Что Произойдет Ты Опять Вернешься В долги В нищету И так Далее Итак Друзья Мои Подводим Итог Первому Вот Этому Первой Этой Дыре Первому Первой Дырке Владей Собой Желание Я Вычислить Эту Похоть Вот К чему Ты Потому Что Тебе Может Казаться Что У Тебе Нет Похотей Но Я Тебе Скажу Потом Очень Действенный Практический Способ Как Вычислить Свою Вот Эту Дыру Похоти И Ты Увидишь Во Моё Так Это Вот Куда Все Деньги Уходят Очень Просто Вернемся К этому Позже Итак Выработать Полезные Желания Все Например Я Хочу Эту Машину А Какая Польза Во Первых Это Удобно Во Вторых Я Вот Так Буду Выходить Все Будут На Меня Смотреть А Я Буду Им Говорить Это Все Понимаете Господь Мне Отдал То Есть Вроде Как Даже Духовно Выглядит Что Это Поможет Евангелию Человек Когда Хочет Купить Машину Вот Машина Хороший Пример Хочет Как правило Это Все Не Соблюдается Почему Потому Что Похоть Давая Такие Обещания Она Их Никогда Не Держит Потому Что Если Бы Это Было Надо Для Служения Для Пользы Там Было Вообще Все По Другому Было Человек Который Хочет Для Пользы Для Служения Знаете Как Я Приведу Пример Как Верующая Рассуждает Если Это Господу Надо Для Служения Обещать То есть Когда Человек Действительно Делает Это Из-за Миссии Из-за Служения То есть Его Настоящая Пища Есть Творить Волю Отца У него Возникает Взаимоотношение Доверие И Вещи Приходят В его Жизнь Потому Что Он Не Собирается Это Иметь Он Собирается Этим Управлять И Служить Как Только Он Хочет Он Начинает Давать Обещания Ни Почему То В этом Ситуации Когда Надо Для Служения Никто Ничего Не Вымаливает Все Говорят Ну Если Это Папино Мероприятие Он Его Обеспечит А Когда Ты Хочешь Вот Тогда Ты Начинаешь Умолять Бога Давать Обещания И Эти Обещания Никогда Потом Не Хватят Пиры Они Делаются Из В основном Из Похотей То есть Никакой Необходимости Как написано Про богача Пиршествовал Пиршествовал Блистательно Нищий Лежал Пиршествовал Блистательно То есть Очевидная Похоть Жизнь Роскоши Ему Хотелось Так Какая Польза Ну Какая Польза Никакой В ад Попал Вот и Вся Польза Знаете То есть Я Сейчас Не за Я просто Говорю За то За все Это Написано Отвечает Серебро За пиры Пиры Устраиваться Для удовольствия За все Отвечает Серебро То есть У каждого Владения Поедания Вот этого У всех Похотей Есть цена Еще Обслуживание То есть И ты Мало того Что тратишь На Приобретение Потом Ты еще Тратишь На обслуживание Вот этой Похоти То есть Похоть Она бездонна Еще раз Говорю Ты будешь Ее обслуживать И в итоге Так Никогда И не обслуживаешь В моей жизни Так было Я Продавал Когда Это Обнаружил Попродавал Все Свои Там Машины И Год Боролся С желанием Не желанием А боролся С этой Похотью Снова Купить Машину Взять Ее В кредит И Даже На меня Шло Внешнее Давление Мне говорили Встречал Таких Людей Которые Говорили А что Мужик Без машины Это Вообще Не Мужик Я Действительно Мужика Должна Быть Машина Раз Раз Кого-то Подвез Жену Детей Родители Слетал Куда Ну как Вроде Все Полезно А потом Я отказался От этой Мысли И стал Ездить На такси Десять лет Ездил На такси Сурен Вот Автобусе На троллейбусе Конечно Все Было Итак С похотями Разобрались Самое Главное Вот Это Похоть Это Самая Главная Бездонная Дыра Следующее Можешь Сразу Отрекаться Сказать Не хочу Такой Мне Не будет Такой Дыры Аллилуйя Смотрите Вторая Дыра Это Ощущение Нехватки Оно Это Как брат Практически Близнец Похоти Но Он Имеет Свои Отличия Нехватка Она Обычно Говорит У меня Нет У меня Когда-то Три года Назад Целый Пост На эту Тему Был Можете Почитать Его Нехватка Это Чувство Что у Тебя Нет У тебя Все Время Нет Еще Оно Выражается В том Что Человек Даже Имея Много Знаете Как он Не обращает Нимания Что есть А он Видит Только То Что Нет То есть Его Мышление Оно Все Время Это Даже Не Похоть А Больше Как Страх Дух Нищеты Ему Все Кажется Что У него Что-то Не Хватает Вот Уже На каждом Пальце Будет По Бриллианту Кольца Да Но Он Будет Смотреть И Говорит Ну Мне Не Хватает Еще Чего Вот Этого Не Хватает Вот Этого То Есть Это Нищета Движущая Сила Это На самом Деле Друзья Мои Дух Это Такая Трансляция У Меня Не Хватает Не Хватает Еще Вот Этого Не Хватает Дом Полон Барахла Сыра Ночь Это Не Хватает Тревога Что Делает Это Чувство С Человеком Это Страшная Тоже Дыра Это Очень Похоже На Похоть Но Это Я Во-первых Чувство Того Что Этого Может Не Стать Оно Он Как бы Признает Что Этого Есть Но Как бы И Нет Живого Чувства Что Он Просто Не Понимает Как Много У Него Есть Ему Надо Еще Потому Что А вдруг Этого Не Станет Это Тоже Своего Рода Обслуживание Владения Постоянно Нужно Защищать Сво И И И Вот Эта Трансляция Внутри У Тебя Нет У Тебя Нет Он Видит Все Чего Нет Не Видит Того Что Есть Сейчас Я Скажу Как Это Решается Да Бывает Что Действительно Иногда Человеку Не Хватает Иногда Реально Не Хватает Но Это Решается Не Путем Приобретения С Этим Чувством Можно Что То Сделать И Нужно Сделать Если Ты Хочешь Чтобы Беспрепятственно Происходило Умножение У Тебя Не Должно Быть Чувства Помните Имеющему Приложится Не Имеющего Отнимется Это Чувство Когда Тебе Не Хватает Оно Влечет Последующий Страх Что Отнимется О чем Я и Говорю У него Вроде Есть Но Если Есть Чувство Что Не Хватает То Он Недоволен Неблагочестив И Недоволен Он Все Ремя Будет Заботиться Чтобы У него Не Отнялось Такие Люди Они Боятся За свое Имение Они Постоянно Защищают Сво Имение Это Хорошо Видно На Примере Очень Богатых Людей Которые Постоянно Сво Имение Защищают Что Там Тусуют Покупают Во Власти Людей Чтобы Охранять Это Все Но Несмотря На Них Можно Посмотреть На Себя Чувство Нехватки Это Оно Выражается Как Правило В том Что Может Отняться Что Делает Человек У него Сразу Срабатывает Инстинкт Закупать Все Вот Отсюда Берется Вот От Этого Именно Чувство Произошло Такое Явление Как Шопинг Вместо Того Чтобы Унять Свою Внутренность Насытить Ее Божьими Вещами То Правильными Вещами Прийти В состояние Удовлетворения Человек Идет Покупать В принципе Покупает Как правило В этом Состоянии Барахло Ненужное Вообще Кто-то Может Сказать Ну Он Может Классную Вещь Купить Классная И нужная Это Две Разные Вещи Иногда Она Классная Но Ненужная Для Чего Просто Чтобы Забить Это Чувство Нехватки Внутри Для Для Этого Не Нужно Покупать Ничего Это Тоже Сыграет С тобой Злую Шутку Нужно Уметь Унять Если Возникает Это Чувство Что У меня Женет Нужно Уметь Что Делать Унять Потому Что Это Влечет Всегда Вещизм Ты Знаешь Приобретение Вещи Оно Дает Такое Чувство Приобретения Но В отличие От Помазания Которое Дает Чувство Вечного Прибытка Вещь Она Угасает Буквально На Завтра Мы Были Недавно На Конференции И Выступал Мультимиллионер Из Казахстана Не буду Фамилию Называть И он Рассказал Такую Вещь Его Жена Однажды Увидела Проезжающую Мимо Очень Крутую Машину Бентли Там Не Не Просто Бентли А Особенно Бентли Ее Цена Там 300 Тысяч Долларов От 250 До 400 Очень Дорогая Машина И Она Говорит Ему Ты Мне Ее Купишь Может Лет Через Пять Хорошо И Он Говорит Знаешь Как Жена Сказала Он Зависит Жена Хочет Такую Машину И Уже Не Мог Остановиться Я Сейчас Это Говорю Ну Как Нормально Ну Когда Есть Деньги Чего Нет Он Такое Взял И Купил Ей Машину Не Стал Ждать Пять Лет И Купил Эту Машину И Вот Жена Ездит Уже На Этой Машине Он Говорит Прошло Четыре Дня И Ему Хочется Иметь От Слов И Он У Небес Спрашивает Ну Как Там Бентли Ездишь Она Говорит Ну Нормально И Он Сам Говорит На Сцене Он Это Рассказывал Говорит Я Аж Опешил В Смысле Нормально Я Теб Машину Купил Пять Дней Назад За 300 Тысяч Евро Долларов Там Неважно В Смысле Нормально Машина За 300 Тысяч Это Ненормально Да Вау Это Вообще Это Сойти С ума Конечно Любимый Да Такой Подарок Я Никогда Не Забуду И Благодарить Еще Ближайшие Два Года Пока Новая Машина Не Понадобит Четыре Дня Дорогие То Есть У Женщины Возникло Желание Она Купила Это И Уже Через Четыре Дня Это Было Как В Порядке Вещей То О Чем Это Говорит Что Какая Была Дорогая Покупка Какой Были Предел Твоих Мечтаний В этом Вещизме Вещизм Да Это Чувство Оно Настолько Проходящее Почему Потому Что Все Видимое Оно Временно Ни Одна Приобретенная Вещь Не Может Сделать Тебя Пребывающим Пребывающая Счастливым То Счастливым Надолго Это Все Проходит Очень Быстро И Человек Который Слышит Это Учение И Не Пренебрегает Думает То Можно Избежать Некоторых Вещей Знаешь Как Есть Выражение Мамы Любят Говорить Ну Хочется Перехочется Она Предпочитает Удовлетворять Это Не Деньгами Затратами На Ребенка Пройдет У тебя Это Желание Она С точки Зрения Своей Взрослости Она Понимает Что Ребенок Увидел Какую-то Цацку Ему Хочется Ну Цацки Подорожали Ты Вырос А Ничего Не Поменялось Поэтому Вспоминай Мамины Слова Перехочется У меня Мама Тоже Так Она Любила Такие Вещи Говорить Я говорю Мама Надо Поесть И у меня Желание Чтобы Она Наготовила Всего А мама Говорила Иди Чаю Попей Я говорю Я не Люблю Сладкое Натощак Она Говорит Попей Несладкий И вот С мамой Бесполезны Были Эти Разговоры То есть Она Не Спешила Тебя Насыщать Какими Твоими Желаниями Она Пройдет Чаю Попил На уровне Мелком На уровне Большом Бентли Машины На уровне Среднем На уровне Невысоком Любые Вещи Это Не только Касается Дорогих Вещей Если Вам Кажется Ну Она Зажралась С этим Бентли Да Послушайте Это Может быть Бентли За 300 А может Быть Какая Вещь За 300 Рублей Которая Тебе 100 Лет Не Надо Ты Вот Вышел Из Магазина И Уже Никакой Радости Максимум До Вечера Поэтому Чувство Нехватки Как И похоть С ним Нужно Уметь Разбираться Просто Сказать Себе У меня Есть У меня Есть Знаете Вот И Не просто Ждать Пока Чувство Нехватки Проявится А Культивировать В себе Как мы говорили Это в других Видео Состояние Прибыли Состояние Удовлетворения У меня Все есть Мне Ничего Не Надо Да Если Что-то И Понадобится Все Будет То есть Не Впадать В состояние Нехватки Ни в коем Случае Как Это Делается Я Вас Уже Учил Еще Научил Через Вот Эти Вещи Дом Заполняется Барахлом А Немногоценным Имуществом Как Мы В предыдущем Ничего С этим Сделать Нельзя Не продать Не перепродать Вообще Ничего Поэтому Это все Делает Вот этот Дух Нищеты С трансляцией В твое Сознание У меня Нет На каждое У меня Нет Возьми И назови Пять Что у тебя Есть Вот Просто Да Ну может Этого И нет Зато Есть Это 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 В свое Время У меня Когда-то Я хотел Знаете Загорелось Желание Там Планшет Себе Купить У меня Было Желание Купить Планшет Я Уже Сказал Что Мне Это Надо Для Служения Что Мне Там Все Я Буду Конспектировать И так Далее Но Поскольку Я Не мог Себе Этого Позволить Я Предпочел Справиться С Желанием И С тех Пор Вы Все Меня Видите Я Выхожу Проповедовать С телефоном Представляете Я научился Да У меня Сейчас Есть Планшет Но Он В основном Дома И Он Не Задействован И Я Его Не Покупал Мне Его Подарили Один Подарили Второй Подарили А Было Время Я Просто Привожу Пример На Обычные Мелочи Я Убедил Себя Что Мне Для Служения Надо Готовиться Конспекты В Работать В Телефоне И Сегодня Я Даже Рад Этой Привычке Почему Потому Что Выходить С Планшетом Это Надо Кафедру Выносить Ложить На Него Все Рем Подходить Заглядывать Вы Видите Как Я Проповедую У Меня Телефон В Руки Одним Глазом Туда Почти Уже Не Смотрю Ну Так На Всякий Случай Мало Место Писание И Не Хожу Кафедре Не Ношу Этот Планшет На Руки То Есть Правильное Действие От Того Что Ты Вместо Того Чтобы Взять Кредит Купить Планшет Правильное Действие Со Своей Внутренностью Вывело Меня В Верную Позицию Управления Я Не Навредил Большим Сферам Не Полез Кредиты И И Так Далее До Тех Пор Пока Мой Помощник Этот Планшет Не Потерял Подарил Правда Он Мне Потом Подарил И Так Нехватка Это Дух Это Проявление Духа Нищеты Происходит Это Избавление От Чувства Через Благодарение На Одно Не Не Хватает Пять Того Что Есть Ну Там Пять Три Семь Можем Десять Назвать Если Не Проходит Это Чувство Нет У Этого Зато Есть Вот Это Зато Зато Вот Это Да Все И Вообще Мне Это Не Надо То есть Провести Это Желание Эту Нехватку Через Чувство Полезности А вдруг Это Похоть Вообще А не Нехватка Понимаете Да Вот Прозрение Происходит Через Благодарение Я В своей Жизни Друзья Мои Реально Столько Раз Через Благодарение Побеждал Все Вот Эти Внутренние Вещи И Начинал Благодарить Отца Иногда Действительно Не было Денег Даже Вот В эти Годы Когда Вы Уже Меня Хорошо Знаете У меня Были Вот Такие Знаете Как Иногда Приступ И Что Денег Нет На Что Я Жизнь Буду Потому Что На самом Деле Кто Пробовал Жить На Полном Служении Каждый С Этим Сталкивается Очень Сложно Уберечь Свою Душу От Страха На Что Ты Будешь Жить Завтра Иногда Ты Будешь Даже Завидовать Тем Кто Работает На Заводе Вот Я Знаю Что Многие Из Вас Вы Ждете Когда Я Дам Тему За Помазание Вы Ждете Когда Вы Выйдете На Полное Служение Вам Не Надо Будет Работать Вы Даже Не Представляете Во Что Вы Лезете Вот Серьезно Потому Что Когда Ты Работаешь Ты Знаешь 25 Числа По сути Это Даяние Но Если Ты В Правильной Позиции Ты Не Имеешь Права Требовать Качать То есть Вот Как Я Это Делаю Полностью Твоя Надежда На Отца Полностью На Источник Ты Даже Не Представляешь Что С Твоей Душой Будет Происходить Месяц Ты Поживешь Неделю Поживешь Тебе Кажется Что Ну Вот Живу Но Потом Второй Месяц Наступать Третий И Ты Начинаешь У тебя Голова Начинает Думать Тебе Надо Будет Приучить Что Так Будет Всегда А Она Не Хочет С С С С С С Это Чувство Когда Тебе С Детства Говорили Что Кто Не Работает Тот Не Если Ты Такой Понимаешь Что Ну В С И Вроде Ты Трудишься На Ниве Божьей Там Но Нет Того Нет У Касс Куда За Зарплатой Прийти Ты Никогда Не Знаешь Откуда Деньги Придут Вы Поверьте Друзья Мои Всех Кто Хочет Вот Этого Вот Этой Жизни Вам Еще Много Чего Предстоит Кто Знает Эту Жизнь Кто Знает Эту Жизнь Но Проиграл В Этой Битве Сдался Страхом Организовал Систему Сборов Десятим И Вроде Им Кажется Что Они От Бога Зависит На самом деле Нет Они От Системы Зависит Это Уже Разно У вас Уже Есть Зарплата Жить Зависит Только От Невидимых Вещей От Помазания От Действия Я Буду Учить Это Уроки Но Это Не Для Всех Поверьте Мне Что Это Не Для Всех Проще Заниматься Бизнесом Иногда Там Хоть Что То Видно А Здесь Ничего Не Видно Поэтому Этот Страх Он Присущ Иногда Когда Он На Меня Нападал Я Не Скрываю Это Вам Не Расскажет Это Большинство Подсторож Когда Этот Страх На Меня Нападал Я И так И так Знаете Первое Что Ты Начинаешь Молиться Господи Ну Как Ну Я Верю Что Ты Даш И У Тебя В В Прийти Вообще И Не Помогает Ничего Ни Просьбы Ни Ничего Я Все Это Проходил Единственное Оружие Это Избавиться От Ноющего Чувства Что У Тебя Вот Это Не Хватает Или Может Отняться То Что Есть Что В Принципе Является Следствием Этого Чувства Если У Тебя Чувство Что Не Хватает Или Может Не Хватить Все С Этого Момента У Тебя Начинается Уже По сути Невидимый Путь В Проблемы Поэтому Я Сразу Быстро Дел У Меня Два Инструмента Благодарение Я Называю Упорно Я Говорю Ты Источник Я Слышу Эхо В Ответ Ты Источник То Есть Отец Источник Если Вдруг Я Чувствую Что Я Надеюсь На Какие Человеческие Вещи Я Говорю Нет Ты Мой Источник Я Прямо Это Моя Молитва Она Сегодня Почти Каждый День Звучит Я Говорю Отец Ты Мой Источник Ты Мой Источник И Я Источник Я Хочу Давать И Благодарю Благодарю Тебя Что Ты Дал Что Там Провел Мои Пути Удивительными Межами Межи Мои Прошли По Удивительным Местам Ну Такие Вещи Говорю Которые Насыщают Мою Душу Чувством Что Есть И Удивительно Даже Те Паузы Когда Реально Денег Не Бало Вдруг После Того Как Моя Душа Насыщалась Этим Чувством Нелицемерно Знаете Есть Люди Которые Просто Метод Делают Да Я Благодарю И Радуюсь Но Почему То Денег Нет Ты Не Радуешься Если Бы Ты Радовался Деньги Бы Пришли Вот Что Я Скажу Не Может Не Сразу Но Пришли Бы Все Настоящее Приносит Настоящий Ответ Когда Мне Говорят Я Получил Откровение Но Оно Не Работает Ты Не Получил Откровение Живо И Действенно Оно Работает Хоть Бы Даже Проникло Теб Больно Сдел Но Оно Сработало Откровение Не Может Не Работать Не Может Иначе Ты Его Не Получил Просто Что Услышал Просто Использовал Метод И Вот Друзья Мои Вот Эти Две Вещи Сейчас Я Перейду К Третьей Она Будет Давать Много Ответов Будем Молиться Вот Эти Два Братца Точнее Сестра И Брат Похоть И Нехватка Похоть Это Говорится Как Две Сестры Это Даже Не И Братец Нехватка Нехватка Братец Да Вот На Этих Родственниках Друзья Строится Весь Мир Рекламы Создание Алчности То есть Они Даже Когда У тебя И Нет Желания Они В тебе Его Создают Реклама Она Создает Человеке Алчность В основном Дикое Желание Приобретения И Второе Это Чувство Ущербности У тебя Нет Значит Ты Ты Ущербный Ты Молодежная Реклама Там Покажут Какую-то Ерунду И говорят Ну Если Ты Это Не Ешь Нам С тобой Типа Говорить Не О чем Если Ты Вот Это Не Носишь Ты Вообще Колхоз Прошлый Век И Человек Так Мне Это Надо У меня Этого Нет Вот Оно Возникло Чувство Нехват Не Понимаешь Это Дрянь Вообще Разбери Зачем Тебе Пользу Он Видит Его Основная Польза Что Я Не Буду Там Позорищем Колхозником Я Буду Как Все В итоге Все Ходят Как Инкубаторские В Одинаковых Тряпках Модных И Люди Законодатели Моды Так Названные В этом Году Зеленый Цвет Это Будет Тренд Смотришь Все В Зеленом Ходят То Получилось У них Создать Чувство Нехватки Ущербности Получилось Почему Потому Что Они Знают Что В тебе Это Можно Возбудить Пробить Эту Дыру В твоем Бюджете Ты Покупаешь То Что Они Хотят А Сегодня Верующие Говорят Не Не Могу Продать А Они Знают Как Продать Но На Этих Двух Явлениях Строится Весь Мир Рекламы Создавать Чувство Алчности Желания И Чувства Ущербности У Меня Не Хватает Поэтому Видите Как Устроен Вавилон Следующая Дыра И С этой Дыре Мы Уделим Чуть Еще Внимание Пристально Это Когда Ты Даже Знаешь Что У Тебя Есть У Тебя Нет Нехватки Но Вдруг Все Равно Ты Видишь Что Все Уходит В Какую То Дыру И Эта Дыра Называется Друзья Мои Беспорядок Надо Отметить Что Те Два Явления Желания Похоть И Чувство Нехватки Они Очень Любят Сотрудничать С Этой Третьей Дырой Они Понимают Друзья Мои Послушайте Они Понимают Что Если Их Вычислят Они Исчезнут Дух Нищеты Похоть Они Не Должны Быть Вычисленными И Поэтому Они Прячутся В Хаосе Вот Хаос Это Еще Одна Дыра По Сути Они Пытаются Ну Как Слиться Воедино Я Сейчас Не Буду Там Рисовать Эти Образы Скажу Что Просто Беспорядок Вы Все Знаете Что Мудрый Соломон Говорит Такую Вещь Притча 13-24 Много Хлеба Бывает И На Ниве Бедных Даже У Бедных Бывает Много Подумай Сейчас Над Этим Почему Они Бедные Если У Них Много Но Некоторые Гибнут От Беспорядка То Есть У Этого Местописание Разные Переводы Которые Трактуют Кто Гибнет Урожай Гибнет Бедный Гибнет В принципе Что Урожай Гибнет Бедный Гибнет Что Бедный Гибнет И ему Урожай Есть Только Надо Понять Что Беспорядок Стоит В центре Гибели Несмотря На То Что Много Вот Есть Много Даже У Бедных Представляете Он Говорит Но Многое Гибнет От Беспорядка Что Это Означает Друзья Мои Это Означает Что В Хаосе Беспорядка Ты Не Можешь Разглядеть Остальные Дыры Если У тебя Беспорядок То В принципе Там Будет Проявляться И похоть И там Будет Проявляться И нехватка То есть Хаос Он делает Тебя Как бы Слепым Если У тебя Беспорядок Ты не Видишь Что Здесь Ты руководствовался Похотью Когда решение Принимал Порядок Бо Показал Тебе Это Из-за Беспорядка Ты не Видишь Что Здесь У тебя Страх Сработал Что Не Хватает Почему Потому Что Ты Не Выстроен Порядка Нет И Я Говорю Не только За порядок Внутренний Не только За мышление Сейчас Мы Подойдем Уже Вплотну К Техническим Вещам Смотрите Есть Такое Понятие Как Учет Скажу Сразу Начну Со Свидетельства Что Однажды Это Было Не так Давно Вот Мы С Олей Начали Такую Разъезжую Жизнь То есть Мы Ездили Туда Сюда По Городам По Странам Это Было Связано Со Служением И Однажды Я Заметил Что Ну Как Будто С Деньгами Есть Какой-то Затык Которого Я Не Понимаю То Есть Я Примерно Представлял Сколько Денег Пришло Сколько Ушло Но В Какой-то Момент Я Понимал Что Я Не Досчитываюсь Каких-то Денег Я Сдел Первое Что Приходит В голову Это Свести Как Говорится Дебит С Кредит Посчитать Расходы И Посчитать Доходы И Думал Как Это Сделать Потому Что Я Не Собирал Ни Чеков Не Вел Никакого Письменного Учета И Мне Помог Помогло Приложение В Сбербанке Я Взял Это Приложение Открыл Его Той Картой Которой В основном Везде Рассчитывался А там Можно Посмотреть Чеки Расходы И Там Была Такая Графа Рестораны Кафе Бары Ну Такие Общепит Короче Где Можно Поесть Я Открыл Ее Просто Там Было Полностью Суммировано За Несколько Месяцев Суммы Которые Были Потрачены В ресторане Вот Деакарты Рассчитывался Я Сегодня Вам Такие Вещи Рассказываю Тоже Я Не боюсь Этого Это Полезно Для Всех Для Меня Это Было Вообще Просто Я Когда Увидел Сумму Я Просто Чуть Не Посидел Знаете Вот Когда Ты Приходишь Там В Кафе Перекусить И Один Раз Расплачиваешься Это Немного Но Вдруг Я Увидел Сколько Накапало За Месяц И Знаете У Меня Было Оправдание Мы Были В Поездках Оля Не Могла Готовить Мы Все Время Должны Были Где-то Поесть И Ходили В Кафе Ну То Единственный Логичный Выход Но Я Помню Что Я Понимаете Что Меня Удивило Что Я Не Замечал Что Я Просто Рассчитывался И Это Не Было Из-за Какого-то Транжирства Просто Вроде Как Необходимость Знаете И Потом Я Увидел Что Меня Шокировало То Что Я Не Замечал Что Огромные Суммы Поуходили На Это И Я Сел И Задумался Я Не Хочу Тратить Кормить Эти Рестораны Кафе То Даже Просто Логически Здравый Смысл Я Говорю Я Не Хочу Столько Тратить На Это Поговорили С Олечкой Пришли К Правильным Решениям И Пришлось Подумать Наперед Знаете Как Это Происходило Бездумно Ну Раз Сюда Приехали Вот Здесь Едим Пришлось Подумать Наперед Как Это Убрать Я Уже Не Буду Всего Рассказать Как Мы Это Убрали Но Мы Это Убрали С Большего Мы Не Перестали Иногда Ходить В Ресторан Иногда Ходить В Кафе Не Перестали Но Мы Перестали Делать Это Бездумно То Есть Я Включил Управление Думаю Не 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 Этот Расход Надо Сокращать Что Это Такое То Я Когда Представлял Логично Что Этих Деньги Можно Было Сюда Вложить Сюда Вложить А Куда Я Вложил Поправился Из Ресторан Но Пользы С Этого Никакого Нет И Мы Начали Сокращать Это Я Очень Доволен Что Я Это Заметил То Есть Не Говорю Сейчас Ничего Нового Но Я Уверен Знаете Кто Может Сидеть И Думает Ну Знаете Конечно По Ресторанам Ходить Поверьте Друзья Есть Более Мелкие Вещи Которые Вы Не Считаете Кто То Сидит На Даже Вот На Шоколаде У Него Зарплата Там 200 Долларов Если Бывы Посчитали Сколько Вы Проели На Сладости Пользы Ноль Вообще Один Вред Только Ну Я Жи Хочу Я Люблю Шоколадки Ну Пожалуйста Обслуживай Свою Похоть Вообще Проблем Нет Но Я Вам Покажу Как Вычислить Это Почему Я Говорю Мы Приходим К К К Квесту Я Предлагаю Целый Месяц Фиксировать Свои Приходы И Расходы И Это Нужно Не Только Для Того Чтобы Избавиться От Лишних Траст Сейчас Вам Покажу Что Это Нужно Для Славы Обнаружить Главная Цель Не Затраты А Обнаружить Прибыль Сейчас Вам Это Покажу Послушайте Смотрите Друзья Возвращаемся К нашему Мудрому Соломону Наш Курс Меч Соломона Многоигранное Процветание Ничего В книге Про Соломона Не написано Просто так Как и во всей В принципе Библии Третья Царь Четвертая Глава Хочу Зачитать Вам Два Стиха Как раз Вы отвлечетесь На эти Яркие Примеры Продовольствие Соломона Слушайте Каждое Слово Продовольствие Соломона На Каждый День Составляли Тридцать Коров Муки Пшеничной Шестьдесят Коров Прочей Муки Десять Валов Откормленных Двадцать Валов Спастбища Сто Овец И это Все Кроме Оленей Серн Сайгаков И откормленных Птиц Чтобы Было Понятно Масштаб Его Продовольствия Я скажу Что Тридцать Вот здесь Написано Тридцать Коров Муки И Шестьдесят Коров Прочей Муки То есть Есть Пшеничная Тридцать Коров Что Вы поняли Тридцать Коров Пшеничной Муки Это Пшеничной И остальной Муки Шестьдесят Коров Итого Если брать В тонах Это Шестнадцать Тон Муки На Один День И кто-то Может сказать Вау Какой Соломон Крутой Когда Раньше Я читал Эти места Знаете Все обычно Читают Сколько Соломона Было Золото Золото Было Столько Шестнадцать Шестнадцать Шесть Килограмм Там В Какой То Период И все Таки Вау Вау Талантов Но Вот Продовольствие Соломона Знаете Почему Здесь Написана Эта Цифра Потому Что Это Кто-то Считал Первое Что Надо Запомнить Это Здесь Написано Потому Что Кто-то Это Считал И Считали Не Просто Примерно За Месяц Или Примерно За Год В День Точно Число Пшеницы Волов Мясо Все Значит Я Читал Статистику Что Если Примерно Распределить Все Что Здесь Написано Еды На Какое-то Количество Людей Которое Реально Больше Не Влезет Просто То Получается Что У Соломона Соломон Этим Количеством Еды Каждый День Кормил Примерно 12 Тысяч Человек Ну Пусть Даже 10 Сократим Представляете То Соломон И Это В его Двор Приходило То В его Дворе Если Было Золото Мы Так Не Посчитали Потому Что Нет Количества Золота Которым Предельно Может Обладать Человек Но Количество Еды Которая Портится И Поступает Каждый День Можно Посчитать Что Вот Этим Количеством Еды Соломон Каждый День Примерно Кормил 10 Тире Там 13 12 Тысяч Человек Это Был Его Дом Кто-то Даже Предполагает Что Именно Из-за Этого Возникла Проблема С налогами Когда Он Умер Пришли К сыну Говорят Сокращай Это Все Дело Потому Что Соломон Раздул Этот Аппарат Бюрократически Кормил Всю Человек Интересная Цифра Да И Хочу Тебе Сразу Задать Вопрос А Ты Знаешь Сколько Тебе Приходит Каждый День Еды Ну Как Я могу Это Знать Что Мне Взвешивать Не Взвешивать Но Во всяком Случа Сколько Ты Тратишь На Еду Каждый День У Тебя Есть Этот Подсчет Нет Ну Я Не Соломон Правильно Поэтому Ты Может Быть И Не Соломон Потому Что Ты Никогда Не Пробовал Этого Делать А Зачем Соломон Это Дел Как Вы Думаете Он Начал Это Делать Когда Разбогател Или Начал Это Делать Сразу Учет Всего Обеспечения Царского Двора Идет Постоянно На То Он И Царский Двор Если Ты Царь Должен Будь Учет И Когда Соломон Разбогател Вылилась Вот Эта Цифра То Есть Это Была Максимальная Цифра На Обеспечение Царское Но Изначально Соломон У Соломона Был Учет Начиная От Продовольствия Заканчивая Золотом Драгоценными Камнями И Всем Как Вы Думаете Если Это Нужно Было Мудрому Соломону Который И так Мудрости Хватало Вот Исходя Из Его Мудрости Как У него Все Было Организовано Это Правильно Или Нет Правильно Исходя Из Этого Даже Если Исследователи Правы И говорят Что Он Раздул Дуракратический Аппарат Вот Из Этих Цифр Мы Можем Понимать А Зачем Соломону Было 12 Тысяч В Его Дворце Кто Все Эти Люди Для Чего Они Там Были То Если Нужно Оттуда Делать И Золото Соломона Который Поэтому Найти Никто Не Мог Вы Готовы Слушать Дальше Мудрость Соломона Для Чего Считали Мудрость Соломона Так Делала Я Знаю Сколько Приходит Я Имеющий Я Замечаю Я Вот Считаю Что Неверный Управитель Он Когда У него Стало Всего Много Он Там Подкрадывать Стал И Он Перестал Считать То есть Если бы Неверный Управитель Считал Он Пришел В ужас От Того Какая У него Растрата Происходит А он Не Считал Считать Он Начал От Страха Когда У него Попросили Отчет В управлении Мновенно Стал Поступать Догадливо И Что Он Стал Делать Считать Сколько Ты Должен Столько А Ты Сколько Вот Столько Тут Считавод Включился В нем То есть Он Был Вадим Похотями И Поэтому Спускал Имущество Без счета Итак Скажи Считать Это Догадливо Поступать У отца Написано Сочтены Даже Волосы На моей Голове Зачем Ему Это Надо Непонятно Считать Волосы На моей Голове Все Сочтено То есть Отец Представляете Он Очень Рачительный Хозяин Прилежный Написано Что Дом Прилежного Имеет Многоценное Имущество Прилежность Она Включает В себя Управление И владение Цифрами Ради Эксперимента Ради Квеста Я тебе Предлагаю Весь Этот Месяц Считать Все И причем Не за Месяц А за Каждый День Потому Что Бывает Что Человек Получает Один Раз В месяц Приход Денег Зарплату Хотя Я в это Не верю Все равно В течение Месяца Есть Какие Поступления Как Это Обнаружить Считать Ты получаешь Зарплату Но тратишь И покупаешь Каждый День Одна Моя Знакомая Когда-то Она Собирала Чеки Потом Анализировала Раз В неделю И ручкой Отмечала Покупки Которые Она делала С постоянством И задавала Вопрос Это Нужно Или Нет Так Она Вычислила Свою Страсть К шоколаду Неумеренную Когда Посчитала Сумму За Месяц Она Вот Как Я Она Сказала О нет Я больше Это Все Сократила И потихонечку Удивительно Она стала Процветать Стала Процветать С момента Когда начала Считать Подсчитывать Свои Вот эти Входы И выходы Мудрый Соломон Сказал Такую Вещь Когда Умножается Имущество Умножаются И Потребляющее Его Значит Что это означает Этот принцип Нужно учесть Нужно Просто Знать Что Как Только У тебя Начнет Умножаться Сразу Появится Тех Кто Захотят Это Потреблять Или Больше Начнут Потреблять В чем Здесь Опасность Опасность Заключается В том Что Когда Умножаются Потребляющие Ты Находишься В состоянии Когда Ты Не Замечаешь Что Стало Больше То есть Соломон Он Говорит Знаешь Иногда Из-за Того Что Увеличивается Потребление И Потребляющее Ты Можешь Не Заметить Что Бог Тебя Уже Поднял Потому Что Ты Как Б Год Спустя Думаешь Ну Я Лучше Жить Не Стал Как Б Я Не Вижу Что Я Лучше Жить Стал Не Понимая Что Ты Кормишь На Десять Человек Больше Например Или Эти Люди Едят В Десять Раз Лучше Твоя Семья Например То есть Ты Смотришь Денег У тебя На руках Больше Не Стало Для Этого Управитель Он Не Ориентируется На Имение Он Ориентируется На Управление Ты Должен Всегда Видеть Какие Суммы У тебя Какие Цифры Фигурируют Как Происходит Умножение Тогда Во-первых У тебя Будет Потрясающее Чувство Прибыли Ты Можешь Думать Да Машину Я За год Не Купил Но Мой Доход Вырос Ты Можешь Этого Не Заметить Потому Что Тех Кто Стремятся Только Приобретать Вот Вадим Похотями Нехватками Они Только Смотрят На То Что Появилось Ничего Не Появилось Так Ты Веришь Так У тебя В управлении Больше Появилось Кто То Кидается Сокращать Потребляющих Надо Никому Не Говорить Что Потребление Не Выросло Не В этом Дело Самое Главное Навык Умножения Пусть Даже Потребляющих Стало Больше Пусть Даже Есть Стали Там Больше Не Смотри На Это Смотри Что У тебя Увеличилась Прибыль Что У тебя Начнет Происходить У тебя Начнет Происходить Большая Прибыль Конечно И Потребляющие Будут Увеличиваться Но Тебе Надо Как Мудрые Люди Говорят Не Столько Сокращать Расходы Сколько Увеличивать Доходы А для Этого Нужно Наблюдать Что У тебя Прибыль А для Этого Нужно Считать Есть Выражение Вы все Из Библии Знаете Что Бог Может Сделать Несравненно Больше Чем Ты Ожидаешь Понимание Формула Как Ты Поймешь Что Бог Сделал Больше Чем Ты Ожидаешь Если Ты Не Знаешь Чего Ты Ожидаешь То Есть У тебя Как Понять Сделал Он Больше Ожидаемого Или Нет Если Ты Не Считал То Есть Ты Чего То Ждал Может Даже Что Исполнил Или Не Исполнил Как Ты Поймешь Что Он Сделал Больше Насколько Больше Во Сколько Больше Если Нет Учета Ты Этого Не Увидишь Вот Как Потому Что Ты Ничего Не Считал Подсчеты Нужны Как Иисус Научил Идешь На Войну Считай Издержки Начинаешь Строить Считай Издержки У тебя Все Должно Быть Подсчитано Иисус Знаете Как Мы Герем Соломон Это Один Из Точнейших Прообразов Иисуса В контексте Мирного Царства Давайте Посмотрим Что Сдел Иисус Он Считал Считал Вы Все Помните Как Он Приумножил А Потом Заставил Посчитать Остаток Сколько Людей Было Столько То Значит Сколько Осталось Столько Все По Цифрам Все По Полкам Разложено И Сегодня Я Спрашиваю Хотел Спросить Друзья Мои А Для Чего Иисус Считал Для Славы Потому Что Не Было Ни Чуть А Стало Много Но Потребляющих Было Много Кроме Двенадцати Учеников Еще Тысячи Людей Были И Подсчет Был Важен Кто Сказал Считать Вот Это Для Чего Считали Корзины Кто Это Сказал Делать И Кто Считал Считали Ученики А Кто Им Сказал Сказал Животворящий Дух Который Умножил Это То 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 Тот Кто Умножил Тот И Сказал Считать Соломон Который Умножал У него Все Было Подсчитано И Сус Который Умножал У него Все Было Подсчитано И Сегодня Когда Я Читаю Сколько Хлеба Шло Соломону В дом Я В шоке Я Просто В изумлении От его Мудрости Как он Так Умножился Что Такими Огромными Партиями Каждый День Завозилась К нему Еда Когда Я Читаю Сколько Осталось Хлеба И Рыбок После Умножения Иисуса Я Тоже Я Наполнен Славой Думаю Как Это Может Быть Вообще То есть Вы Видите Подсчет Он Приводит Не Только К тому Чтобы Дырки Заткнуть Застопать Подсчет Он Всегда Приведет К славе Ты Должен Видеть Он Говорит Наблюдай Бог Дух Святой Говорит Наблюдай Как Я Буду Умножать Но Как Ты Поймешь Умножилось Или Нет Если Ты Не Считаешь Потому Что Верующие Знаете Друзья Мои Задуренные Религии Мозги Они Считают Что Если Умножится Вот Что Так Очевидно Все Умножится Так У Иисуса Тоже Очевидно Умножилось Он Сказал Много Осталось Хлеба Он Вместо Этого Сказал Сколько Осталось Хлеба Они Говорят Столько Так Рабов Запомните Сколько Соломон Разбогател Сколько Разбогател Все Подсчитано И Выложено И Вы Сегодня В шоке От Этих Цифр Это Было Считалось Не Для Того Чтобы Просто Дыры Заткнуть Потому Что Затыкание Дыр И Подсчет Это В любом Случай Все Приводит К тому Что Ты Считаешь Что Сколько Неизмеримо Больше Бог Тебе Дал Всех Твоих Ожиданий То Есть Последний Посыл В этом Уроке Весь Этот Подсчет Все Эти Затыкания Дыр Они Ведут К тому Чтобы Отец Хочешь Чтобы Ты Увидел Дыры Не Дадут Тебе Это Увидеть И Даже Если Дыр Нет Не Несчитание Это Хаос Это Все Равно Тоже Дыра Ты Не Увидишь Как Сильно Поднял Тебя Бог Почему Я говорю У меня Было Такое Выражение Дай Почему Каких Перемен Я жду Я Прихожу К Практическим Вещам Я Хочу Чтобы Ты Засек Каким Ты Пришел И Каким Ты Стал Через Год Отец Тоже Хочешь Чтобы Ты Засек Ты Знаешь Как Я В своем Предложении Посчитай Какой Посмотри Шел Тебя Здесь Где Ущербы Как Ты Болен Как Ты Мыслишь Оцени Своё Состояние Сейчас И Оцени Своё Состояние Через Год Как Ты Поймёшь Что Ты Вырос За Год Как Ты Поймёшь Если Ты Не Проведёшь Ревизию Точно Так С Финансами Я Вам Скажу Что Если Вы Считали Многие Вы Увидели Что Вы За Год Разбогатели Просто В целом Из-за Того Что Вы Не Считали Не Вели Бюджет Вы Сказали Ну Ничего Не Изменилось А Многое Изменилось Больше Стало Вот Я Всем Вам Говорю Духом Божьим Вам Говорю Прям Без Сякого Слова Знания Все Кто Со Мной Связался За Этот Год Вам Отец Давал Особенно На Курсе Меч Соломона И Свидетельств Много Но Не Все Засвидетельствовали А Многие Не Засвидетельствовали Потому Что Не Считали Что Есть Такое Явное Чудо Когда С Неба Практически Свалилось А Есть Просто Потихонечку Добавляется Имеющему Я Создавал У вас Помазанием Ощущение Что У вас Есть Делал Высвобождал Трансляции Чтобы Ты Радовался Да Я С Отцом Я Избран Я Доволен В Это Время Не Могло Вообще Никак Если Ты Переживал Это Чувство Никак Не Могло Не Добавляться Потихонечку Финансов Не Могло Быть Конечно Найдутся Люди Которые В своем Упрямстве Противлении Скажут А у Меня Не Добавилось А я Б Ответил Так Вы Просто Слепы И Не Видите Может Быть Это Звучит Жестко Но Я Знаю Это Все Не Из Теории Я Знаю Это Из Своей Жизни Поэтому Дорогие Весь Этот Давайте Подведем Итог Вот Этот Третий Вид Дыры Это Хаос Я Вижу Что Не Бало Хаоса Ни У Соломона Не Бало Хаоса У Иисуса В Его Экономических Делах Все Было Подсчитано Все Было Отмечено Зафиксировано Сегодня Мы Читаем Спустя 2000 Лет Сколько Было Хлеба Как Рабов Осталось После Преумножения Иисус Это Животворящий Дух Он Приумножил И Он Ж Сказал Посчитать То Если Вы Думаете Что Посчитать Это Просто Какой-то Бухгалтерский Ход Это Какая-то Фишка Да Мы Это Все Знаем Нет Друзья Мои Это Свойство Животворящего Духа Которая Работала У Соломона Его Преуспевание Которое Использовано Было Проявлено Или Как Явлено Иисусом В Его Преумножение Я Вот Знаете Что Думаю Что Что Делать Надо Слушать У Того Кто Умел Преумножить Вот Он Преумножил И Говорит Я Считал Видите В Библии Написано Я Считал Иисус Преумножил Он Говорит Видите Я Считал Запомните Сколько Было Потому Что В Этом Слава Это Хорошая Новость В Славе Преумножение Поэтому Вот Этот Квест Друзья Мои На Месяц Берите Все Вот Чем Прилежнее Тем Лучше Многие Из Вас Заметят Прибыль Которые Не Замечали Многие Избавятся От Дыр От Пахотей Может Быть Кто Будет В Шоке От Того Сколько Вы Извиняюсь За Выражение Жрете И Вам Просто Сейчас Я Буду Молиться И Это Поможет Вам Вот Потому Что В основном Те Кто Так Делают Они В голове Специально Имеют Хаос Ну Это Все Это Все Ни В счет Ни В счет Знаете Вам Надо Сумы Посмотреть Вам Надо Посмотреть Сумы Я Знаю Людей Которые Бросили Курить Потому Что Посчитали Сколько Они Скурили За 10 Лет И Поняли Что Машины У них Нет Именно Из-за Этого Это Что Такое Это Похоть Они Бросили Кто То Пошел Бутылки Сдал И В шоке Был Там Сколько Их Мы Собиралось Ну То Есть Примеры Из жизни Это Нужно Сделать Последнее Что Скажу В этом Квесте Это Всего Лишь Месяц Сделайте Это Я Не Говорю Что Вы Будете Вести Бухгалтерию Это Все Время Лично Я Скажу Прямо Что Я Не Веду Бухгалтерию Но Периодически К ней Надо Возвращаться Особенно Если Вы Видите Что Вас Что Это Не Устраивает Что Вот Это Ощущение Как Мы Вначале Говорили Что Ем Не Насыщаюсь Деньги Куда Разлетаются Непонятно Куда Ну Вроде Вижу Что Я Тут Здесь Здесь Там Меня Это Не Устраивает Возвращайтесь В Месяцок Я Посмотрю Что У Месяца Может Два Месяца Но Я Думаю Что Минимум Месяц То Есть Прожить Я Считаю Что Несколько Авансов Зарплат Если Вы Работаете Проанализировать Кассу Бизнеса Если Вы В Бизнесе Сопоставить Со Своими Расходами То Это Займет Не Так Много Времени Но Польза Колоссальная Вот Так Урок Почему Он Нужен О Владычестве Я Буду Говорить Уже Непосредственно Квест Продолжится Как Стремление К Изобилию При Умножению И Поэтому Вот Этот Урок Он Был Важен Ну Что Ж Друзья Я Хочу Сейчас Чтобы Мы С Вами Помолились Я Хочу Высвободить Помазание Которое Будет Транслировать Внутри Вас Это Чувство У Меня Есть У Меня Умножается Это Не Закончится Никогда Это Избавит Вас От Чувства Нехватки И Это Избавит Вас От Многих Похотей Это То Самое Приобретение Быть Счастливым Довольным Благочестивым И Не Стремиться К Имению А Стремиться К Управлению О Чем Мы Говорим Весь Этот Курс Пускай Все Дыры Всякий Хаос Всякая Похоть Вот Эта Бездна Похоти Всякая Нехватка Она Закончится С действием Помазания И Помазание Пусть Целый Месяц Напоминает Тебе Вести Вот Этот Учет Чтоб Ты Как Соломон Сел Так Сколько Мне Хлеба Пришло Сколько Денег Затрачено Раз Раз Посчитал Каждую Копейку Фиксируй Вот Пришла Какая Сумма Помимо Зарплаты Хоть 5 рублей Хоть 10 Помечай Записывай Ничего Не забывай И В конце Месяца Сделай Себе Праздник Прямо Иди К этому Празднику С мыслью Вот Теперь Я Увижу Как Весь Месяц Благословлял Меня Отец У Некоторых Из вас Друзья Будет Даже Такая Ситуация Вы Сейчас Еще Может Быть В долгах И У вас Не Будет Вдруг За Месяц Положительного Баланса Вы Все Еще Через Месяц Будете В долгах Но Даже В этом Промежутке Когда Вы Отдаете Долги Посмотрите Увеличился Ли Приток Денег Да Все Ушло Возможно На долги Но Больше Выплачено Долгов И Это Тоже Прибыль Все Надо Считать Посчитайте Вы будете Славить Отца Я Уверен Что Это Сработает Я Уверен Что Это Поможет Отец Как Я Уже Сказал Все Закончил Тем Что Ты Сядешь Посчитаешь Вот Это Как Соломон Как Иисус И Скажешь Вау Так Много Вау Я Заметил Прямо Скажешь Отец Я Заметил Я Заметил Что Ты Мне Добавил Что Мои Житницы Они Стали Заметно Наполняться Еще Может Не Все Решено Но Они Стали Наполняться Я Вижу Это Наконец Я Заметил И Тут Начнется Умножение Поскольку Ты Заметил Прибыль Прибыль Начнет Умножаться Давайте Я Помолюсь За Вас Отец Я Благодарю Тебя Побудь Сейчас Я Хочу Чтоб Ты Словил Сейчас Состояние Насыщения И Прибыли Отец Спасибо Как Туком И Елеем Насыщается Внутренность Моя Когда Я Думаю О Твоих Чудесах Об Этому Свойстве Преумножения Внутри Меня Благодарю Тебя За Это Наслаждение У Меня Все Есть Мне Не Нужно Затыкать Своей Похоти Больше Никакой Едой Никакими Покупками Никаким Вещизмом Мне Не Нужно Иметь Это Желание Приобрести Весь Мир Разрушая Свою Жизнь Отец Моя Жизнь Это Приоритет Все Приобретения Они Будут В Прилежности И В Мудрости Я Буду Вести Учет Я Буду Видеть Твою Славу В этом Приумножении Животворящий Дух Который Приумножает Он Он И Ведет Учет Я Прилагаю Это К Себе Я Буду Видеть Все Точно Спасибо Отец Спасибо Тебе Отец Я Высвобождаю Это Помазание Сейчас Мой Друг Положи Все руки Вот Просто На душу Вот Туда Где Ты Ощущаешь Эти Желания Потребности А Где В районе Груди Положи Руки Туда Я Высвобождаю Это Насыщающее Чувство Насыщающее Помазание Скажи Это Помазание Моя Прибыль Помазание Моя Прибыль Сейчас Можешь Прям Чувствовать Как Внутренность Она Как будто Насыщается Независимо От Того Есть У Тебя Или Нет У Что Видят Твои Глаза Есть Это Когда Помазание Внутри Движется Могущественно Есть Это Когда Насыщение Туком И Елеем Приходит Это И Есть Чувство На Которое Приходит Настоящая Прибыль Я Провозглашаю Твои Житницы Целостными Я Провозглашаю И Вижу Прямо Созерцаю Все Хранилища Ценностей Твоих Целостными Без Дыр Похоти Хаоса Нехватки Отец Я благодарю Тебя Что Они Готовы К Приумножению Они Начинают Вести Этот Учет Для Славы Твоей Чтобы Увидеть Эту Славу Увидеть Это Приумножение Благодарю Тебя Благодарю Тебя За небесную Цивилизацию За этот Мир Сына Божьего Приумножающий И Хранящий Спасибо Тебя Отец Благодарю Тебя Ну что ж Дорогие Друзья Готовимся Пристегиваем Ремни Следующий Урок У нас О Стремлении Как Душа Прилежного Стремиться К Изобилию Мы Начнем Реально Приумножать И Квест Усложнится Я предупреждаю Дойдите Обязательно До Конца До Следующего Урока Пока Мы Нищи И Многих Обогащаем Это Наша Власть Мы Нищими Себя Называем Не потому Что У нас Ничего Нет А потому Что Мы Сделали Дистанцию Мы Отрешились Мы Сказали Да Это Все Ерунда Управление Номер Один Ты Поставлен На Управление Поставлен Как Сын На Который Поставлен Печать На Лгу Раздавать Хлеб Жизни Это Сын Который Не Говорит Да Мне Козленка Сын Который Раздает Этих Козлят Назначает Урочное Служанкам Меру Хлеба Выделяет Мне Не Нужен Миллион Долларов Мне Нужно Миллион Возможностей Процветание Не Здесь Процветание Здесь Я хочу Чтобы ты Знал Единственная Цель Отца В твоем Процветании Я Вить Избрание Субтитры Продолжение следует...